Первый сервис, который первым приходит в голову, когда мы говорим об инфографике, Isile или Isile, по-разному я слышала его название, но от английского слова Easy легко. Вот парочка ссылочек. Это инфографика, сделанная по шаблону, первый вариант. А вторая – это инфографика, нарисованная из чистого листа. Но это школьная работа, поэтому не судите строго. Вот два примерчика. На экране третий пример – это то, что делала я по шаблону, когда училась работать в этом сервисе. В целом сервис несложный, хотя он на английском языке, но он достаточно простой для освоения. Предлагает он бесплатно 19 шаблонов. Их можно перекрашивать, видоизменять, добавлять свои изображения, менять шрифт, цвет и тому подобное. Есть небольшая библиотека изображений, но библиотека очень сильно урезанная, к сожалению. Там есть какие-то базовые картинки, но их так безумно мало, что приходится искать свои, загружать свои. Есть возможность изменять фон, использовать подложки, которые внутри этого сервиса находятся, и добавлять диаграммы, графики и видеоролики. Ну, давайте смотреть, как это все выглядит. После регистрации открывается вот такое окошечко для редактирования. Вообще, сервисы для инфографики у них всех предельно одинаковый интерфейс. То есть вот с таким интерфейсом мы сейчас будем встречаться практически в каждом сервисе. То есть в центре инфографика, а слева набор инструментов, которые можно использовать для ее редактирования. Ну, по порядку. Графикс – это у нас картинки, текст – понятно. Бэкграунд – это у нас фон. Темплейт – это выбор шаблона, можно вернуться. Если этот шаблон не понравился, выбрать что-то другое. Чарльц – это возможность добавлять диаграммы графиков. Ну, и видео – это добавление видео по ссылке из YouTube. В данном случае уже инфографика перестанет быть статичной, она станет интерактивной, то есть появляется видеоролик. Дополнительно к тексту мы можем прикрепить ссылку и сделать более интерактивную еще. Вообще ссылку можно и к картинке тоже прикреплять. Картинки выбираем в разделе «Графикс», но я повторюсь, их там бесплатных не так уж и много. Дальше у этого сервиса есть возможность создать группы так называемые. Если вы учитель, вы можете организовать группу, пригласить туда учеников по ссылке и совместную, устроить совместную работу над инфографикой, например. Эта опция, к счастью, осталась бесплатной. Теперь на выходе, что мы получаем? Можно скачать получившуюся работу в формате JPEG или PNG, но не в самом лучшем качестве. Я открою секрет. Вообще с инфографикой такая история, если она у вас статична, если просто картинка, ее можно открыть в режиме просмотра на весь экран и сделать скриншот. Иногда качество скриншота оказывается лучше, чем то, что нам предлагает сервис. Такая маленькая хитрость. И дается, конечно же, ссылка. Ссылкой можно делиться в социальных сетях, можно на сайте эту ссылку публиковать и для публичного просмотра открывать. В этом случае она откроется в хорошем качестве, и можно будет ее просматривать. Особенно актуально, если вы вставили туда видеоролик внутрь. В целом не очень сильно поменялся сервис, уменьшилось количество картинок, это единственное, что я здесь обнаружила, и немножко изменился интерфейс. Но в целом рабочие инструменты пока можно им пользоваться, на мой взгляд.